Привет, я Шок. Я отказался от стримов на Твиче. Я теперь не стримлю. Я полностью себя посвящаю YouTube каналу, ну а также Сайбешок команде. Очень сложно все это делать, поэтому я не смогу отвлекаться на стримы, я об этом уже говорил. Я вообще хотел зимой уже уйти от стримов, но решил чуть немножечко задержаться. Поэтому я уверен, ты заметишь разницу в публикациях, в моем отношении к этому YouTube каналу и к другим проектам, к которым я причастен. Сейчас у тебя на экране те ролики, которые будут уходить на протяжении большого количества времени в июле. Ну а сегодня я выполняю один из выпусков, который приписан. Это катка с World Edit'ом. Это человек, который на самом деле сделал очень много чего в киберспорте СНГ, потому что он играл изначально. Через него прошли все игроки Na'Vi, кроме Perfect'а. Со всеми он переиграл, даже Simple'ом. Так что опыта у него достаточно и чего спросить тоже есть. Все это будет в этом ролике, поэтому поставь по-братски лайк. 20 тысяч лайков, спасибо каждому. Без шуток, поставьте лайк. Это хороший контент, который должен заинтересовать интересных людей. Вот это я сказал. Всем приятного просмотра. Let's go. Гоша, привет. Здорово. Рассказывай, сейчас как у тебя успехи в команде про 100, какие у тебя планы и что ты планируешь делать сейчас в киберспорте? Ну, успехи сейчас в последнее время не очень. Много игр проиграли из-за того, что не тренировались, потому что в команде была неразбериха. Там игрока продали Virtus.pro и у многих игроков в команде мотивация упала вообще играть. Ну, просто нет тренера, скажем, пятого игрока и тяжело собраться и тренироваться. И ZEVS пытается с этим разобраться, но рынок, скажем, очень маленький, хороших молодых игроков трудно найти, и чтобы сразу играть на хорошем уровне. То есть ZEVS этим занимается, но ему тяжело это все организовать и найти тренера. И поэтому мы сидели последние месяцы и почти не играли в Counter-Strike и чилили, так скажем. Ждали, пока ZEVS скажет какую-то, типа, вот вы играете с этим, с этим, с этим, но у ZEVS пока не получается все организовать. Но зарплаты были у вас? Да, да, все нормально в этом плане. У вас забрали и киндера в Virtus.pro, купили. Сумма, напомни, какая была? Ну, я сейчас сумму не знаю, даже не интересовался. Ну, я честно не скажу. Мне кажется, там больше 100 тысяч долларов, может, меньше, где-то так, что-то где-то. Когда вы узнали про то, что Evo покупают? Ну, я относительно поздно узнал, когда играли первые отборочные на мажор, вот этот RMR-турнир. Вот, мы играли как раз против Virtus.pro, мы их выиграли, и я киндер сказал, ну, я к ним ухожу, там, да, скажем так. Вот, ну, Virtus.pro выиграли, но там ничего такого. То есть то, что мы их выиграли, это, я скажу, лаг, потому что мы не тренировались два месяца, а там как-то на морали потащили. Вот, и тогда я только узнал, что он уходит в Virtus.pro, ну, плюс-минус в то время. Ну, я киндер хороший как игрок, правильно? Ну, да, то есть я играл с многими игроками, можно сказать, почти со всеми, кто сейчас у Na'Vi, там, Simple, Boomage, Flame, Electronic, да, все эти игроки были в моей команде, и все они уходили, скажем, от меня в Na'Vi, и с каждым из этих игроков я играл, я понимал, что это тир-один игрок, и он очень хорошо, ну, эти игроки очень хорошо понимают в игре, умеют принимать решения быстро, и самое важное, они принимали всегда, практически всегда правильные решения, и поэтому чувствую, что это тир-один игроки. И с Якиндером, когда я играл, то же самое было, ну, то же чувство было, что этот чувак тир-один игрок, и он быстро и грамотно всегда решения принимает. Не знаю, где он такого скилла набирался, ну, набрался, как и про других игроков, да, то есть их вроде никто не тренировал, и они особо на прост-сцене прям сильно не выступали, но понимание игры у них на другом уровне, я так скажу. Вот, и пока таких игроков вот не могу найти других, то есть в моей команде, кто вот остался, я не скажу, что они тир-один игроки, им надо много тренироваться, как и мне, чтобы достичь такого же уровня. Поэтому такие игроки уходят в более крутые организации, потому что они талантливы. Так-то я между, в команде играл аимки, скажешь, что я никого не мог победить. Ну, это хорошо, для меня. Все-все жесткие, все жесткие в команде аимки. Ну, я киндер очень жесткий, это просто, я не знаю, лучшего игрока я не видел еще на аимки. Так, ну что ж, игра начинается. Играем мы, если что, на потече максимально, так же желайте удачи. До 16-ти без АВП. Я понимаю, что ты любишь АВП, но не вопрос. Ну, а без АВП... Будет тяжело. Я что-то стрелять разучился. Я тоже, я очень плохо начал играть в последнее время. Я, ну, перед этой игрой я тренировался. Сейчас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, кстати, еще с резином карты не пикать. Ну, то есть, пикать можно, но не ко мне приходить через половину карты. Так, мне что, нужно второй дубль будет? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, боже. Серьезно, я тебя видел справа наверху, чудо-дуров. Нет, а теперь фаера. Ай-яй-яй. Не пуль, не пульки, да ладно. Знаешь, как мне было тяжело тебя убить. Ай-яй-яй, что здесь, я стою просто. Да боже мой. Эти молодые. Я просто не могу попасть. Нужен ей киндер. Ай-яй-яй. Да как-то безумие творится на этой карте. Ай-яй-яй, хорош. Это было... В этом и раунду был. Фак. Вот я сейчас скажу, как это убрать. Короче, сейчас... Ладно, я сейчас доиграю. Короче, на последних раундах я уже чувствую победу. И расслабляюсь. Вот в голове расслабляюсь. Все, я уже чувствую победу. Я уже чувствую, как я буду себя чувствовать в выигрыше. Ну, как это убрать? Это преждевременная радость. Сейчас побьешь, и все. Не, ну... Убить. Последний раз. Вот на... Я не знаю, я в 3 раунда просто отдал из-за того, что я был уверен, что я уже выиграл. Вот. Это тупая уверенность. Это кошмар. Самое главное, чтобы не пропала уверенность дальше. Просто взяли я киндер и бесплатно. Я пришел, когда был я киндер в команде. Так что ты не знаешь, да? Ну, я точно не знаю, да. Я обычно вот такие финансовые темы не интересуюсь. Мне самое важное это играть, тренироваться, попытаться... Попытаться кого-то выиграть. Ты сейчас из какого города? Я из Москвы. Во время карантина сколько раз выходил? Немного, немного. Так, в магазинчик сходил, что-то там пару раз молока купил, хлеба. Ну, мало выходил. Я обычно эту ночь вообще выходил. Твоя лучшая форма когда была? В каком году? Или она сейчас? Лучшая... Не, лучшая форма была, наверное, в 2012-е, когда только CSGO вышел. И я... Не знаю, я... Ну, просто с возрастом как-то меняется вот все в голове, так скажу. И когда я был молодым, я очень любил Counter-Strike. Ну и сейчас я его люблю, но у меня какой-то огонь был внутри очень сильный. То есть я хотел все время побеждать. Я не прощал ошибок, ошибки, которые были в команде. Да, есть кто-то ошибся в команде, там забыл флешку. И тем самым не замечал своих ошибок, можно сказать. Потому что я на всю команду там давил своим как бы авторитетом. То, что я очень хорошо стрелял в те времена. И мы играли праки против Нипов, которые там были, скажем, в форме. Побеждали там 76 раз подряд. Вот, я играл против них праки. И, ну, особо их не чувствовал в плане, там, мы игрались даже плотно. То есть я много набивал там и так далее. Ну и, можно сказать, зазвездился, да, в одно время. Вот, и после этого я как бы попал в команду более-менее профессиональную. Когда меня заметили, что я хорошо играю. И, можно сказать, там мне поменяли мой майнд. Да, мое мышление. И вообще, как я представлял игру. Ну и после этого я начал побеждать, да. Попадал на мажор и так далее. Хотя я перестал играть на себя. Я стал кидать гранаты, стал бегать. Пытаться, был больше сфокусирован, чтобы сыграть с тиммейтом. И мой уровень игры, можно сказать, как личный, так упал. Вот. И вернуть мне его довольно тяжело. Даже до сих пор. Потому что у меня полностью перестроилось мышление. Я пытаюсь, можно сказать, всем помочь в команде. Флешкой, гранатой и так далее. И из-за этого какие-то клатч-моменты. И там, где надо раскрутиться, не всегда получается. Уверенности не хватает? Да нет, я вообще не в уверенности. То есть я очень уверен в себе. Я, как сказать... Я очень уверен. У меня никакого страха нету в игре. Никакого волнения вообще ни на одном турнире. Что я на мажорах играл и так далее. Наверное, я просто стал воспринимать ошибки по-другому. Если раньше я там, например, у меня три врага выбегало, я мог троих убить. И я такой... Ну, типа для меня такой был стандарт. А сейчас на меня три врага выходят. У меня как-то в голове надо хотя бы одного убить и инфу быстро дать, что тут еще двое. И я убиваю. Меня убивает. Я не считаю это как бы за ошибкой. Я считаю, что... Ну, типа и хорошо против меня сыграли. Вышли втроем там на широком, коротком и так далее. И убили меня. Я там кого-то разменял, дал четкую инфу, кто куда бежит. И по-другому совсем мысли в игре. Ты побывал на нескольких мажорах, по сути, но там кружатся большие деньги. Ты сейчас в своей квартире? Да. У тебя есть машина? Ну, нет, скажем, нет. Как бы была, не была, вот так. Не думаешь ли ты, что твоя финансовая страховка чуть-чуть сбавила мотивацию выигрывать? О том, что у тебя все хорошо уже, и ты можешь просто расслабиться и играть. А раньше ты топил за это. Ты хотел чего-то достичь, купить квартиру на киберспорте. Может быть, что это все утихло из-за этого? Я тебе так скажу, вообще не думал о деньгах никогда. Даже когда я пришел в флипсайд, у меня была зарплата там 200 баксов. Потом там повысили 400 баксов. Мне это на жизнь хватало просто нереально. Я там получал 400 баксов, и вообще нормально мне было. Это тогда, когда были мажоры? Да, то есть это были мажоры. У нас самая была маленькая зарплата. То есть люди, которые даже не попадали на мажоры, у них там было 2500, у нас было 400. Ну, было нормально. Я даже не думал, что мне деньги нужны. У меня не было никаких целей, там, купить машину. Да даже вот сейчас ты говоришь, если у тебя своя машина, да она мне особо не нужна. Мы живу в Москве, я вот каршеринг беру, там спокойно езжу куда хочу, не напрягаясь. Вот, беспокоиться о своей машине. Ну, такое. Вот, квартира, то есть есть. Конечно, можно еще там накопить на другую квартиру. Ну, это такое, да. Но опять, у меня просто таких мыслей не было особо там. И на деньгах я не был завязан. Ну, завязан. И скажем так, я начал какие-то, когда мы флипсайдами вышли на мажоре в топ-8, мы были в топ-8 мира, и, естественно, мои тиммейты, то есть я даже не очень поднимал этот вопрос, но мои тиммейты сказали, ну, что это за зарплата там, да, 400 долларов, те, кто в топ-8 мира. Естественно, нам организация пошла на уступки, сделала там хорошую зарплату. Тысяча? Да нет, ну, 3000. Вот сразу там. Ну да, сразу такое быстро сделали. Но опять, то есть разница между 400 баксами и 3000 вообще никакой не было. То есть для меня лично. Так же как-то бабки уходили, знаешь, там на все про все. Ну, даже сам не скажу. Очень странно, кстати, я не думал, что это все именно так. Fipsa Tactics — это американская организация, которая внезапно подписала СНГ-состав. Как ты думаешь, они в конце, они забили на CSGO, а как думаешь, они ушли победителями или они банкроты? Именно после вашего состава? CSGO-состав. Ну, блин, я... Как ты думаешь лично, у них, они вышли в плюс с этого всего за эти несколько лет? Не, ну я не хочу говорить, что у меня там еще флипсайды должны денег и так далее. И немало денег, да. Но... Не, я просто знаю этих людей хорошо. Я был в Америке много раз, у них дома, и там месяц жил вообще с ними, там два месяца. Ну, неважно, да. Но как бы я этих людей знаю и... Ну так, на впечатление, то есть им тоже деньги не очень прям хотелось зарабатывать, им тоже хотелось вроде бы побеждать. И вышли они как бы, ну, я думаю, в ноль. Но если они там отдадут, что они должны, мне кажется, конечно, они будут в минусе. Ну, плюс-минус, они просто поняли для себя, что тяжело все это. То есть надо, чтобы команда держалась реально в топ-8, чтобы быть в каком-то небольшом хотя бы плюсе. А так это довольно-таки неприбыльное дело. Вот. И просто у нас были еще контракты очень хорошие с флипсайд. То есть они там не забирали деньги с призовых, они не забирали деньги из стикеров, там. Они вообще, они ничего не забирали им. То есть они платили зарплату, там, и даже стикеры есть игрока, они ничего не забирают. Есть стикеры команды, да. Они забирали с них 15%, там, все остальное между нами делили. То есть, и я скажу, что в плане денег, ну, нормально было. Нет было никаких претензий. Да, там задерживали зарплату и так далее, но это все фигня. Вот. А условия были, но очень хорошие с ними. То есть я знаю, некоторые команды вообще не отдают со своих стикеров деньги. Некоторые даже у игроков забирают там 15% стикеров игрока, да. А флипсайды именно таким не промышляли. То есть они все отдавали игрокам и всегда мне говорили, что да мы все игрокам отдаем нам. Будут новые спонсоры, будем там больше зарплату делать и так далее. Просто играйте хорошо и все, мы пытаемся сделать все для вас. А владельцы организации сколько им лет? За 30. Ну они шарят за CSGO или так просто деньги есть по файнсу? Как это вообще выглядело? Они вообще шарят, что они создавали? Они больше по файтингам. В Америке файтинге, популярные Rocket League там и все такое. Они больше там. А, они до сих пор существуют на всех турнирах были с нами, болели за нас и так далее, переживали. Помню у нас менеджер, главный сел, клипсайт, хозяин. Мы играли на лане за выход на мажор против Дигнитус и мы проигрывали 12-3 на Мираже. И если мы проигрываем, мы не попадаем на мажор, выигрываем, мы попадаем на мажор. И он очень сильно расстроился, что мы проигрываем 12-3 и просто что-то обозвал, можно сказать, нас. Ну, то, что все так получилось, скажем, да, и ушел курить. Вот, он приходит, мы дотащили до допов и выиграли. После чего он сказал, парни, ну, извинился перед нами, что он там ушел и так далее. Вот. Слушай, тебе по кайфу, это реально было огромное количество мажоров. Это сильное. Мне кажется, вообще даже не из-за сынга, это из всего мира очень мало игроков, которые так часто попадали. Там Нипы, Нави. Ну, игроков, может, много, кто был на 10 мажорах, но, то есть, понятно, что количество этих игроков не так много, скажем так. Да, да. А насчет Маркелова, поддерживаешь с ним связь? Ну, я Марика звал на стриме у меня поиграть. Ну, хайпануть, можно сказать, хотел, но он что-то меня заигнорил. Хотя он, да нет, с Мариком у меня очень хорошие отношения, то есть, мы всегда там, если на турнирах были, часто вместе жили, там, куда ходили вместе, после турнира вместе проводили время. То есть, офигенный чувак, мне было с ним весело всегда. Ну, мне кажется, ему было со мной весело. Сейчас контакты, ну, скажем, он в другую игру играет, там, World Warcraft, да, я особо не играю, там, World Warcraft с ним, поэтому контакты так, не особо. Пожалуйста, бог. боже. Хорош. Три пули куда-то. Погнали. Ты попал в... Что? Что? Уверенность. Нужна уверенность. Ты вообще не видел, да, меня? Ну, так, что-то там было. Ай-яй-яй-яй, перебежал. Как на роликах. На роликах. Да, да, да. Скидка, да, да, да. О, это хорошо было, тебя, флик, да? Да не. Ошибка была. Ай-яй-яй-яй, какой же позорный спрей. Тебе осталось немножко. Ай, какой фротидный, понял, моё слово и место, и сейчас, и сейчас будешь убить в него. Вот, вот. в этот префайр хороший. И сейчас 6 раундов. Ай-яй-яй, вот это было неплохо. Давай 6 раундов. Филь 6. Вот, видишь, я уже такое дерьмо сейчас творю. Да нет, как ты так быстро перемещаешься? У тебя на сервере какой-то спидхак. Да, я фэсит купил. Боже, там просто, может, я бы знал, как голова бегает быстро. Ты к таким скоростям не готов. То, боже, что это такое? Ай, ну всё, хватит. Да, боже, ну ладно, сейчас 10 надо ходить. Ай-яй-яй. Ну, что там выползает такое? Ай-яй-яй. Ой-ёй-ёй-ёй. Если не прощу, если будет камп. Да нет, я себе не прощу, дружить. Ты хочешь, чтобы я себя убил? Нет, нет. Примерно такой у меня диалог со всеми, кого я выигрываю. Ай-яй-яй. Это не камбэк. Два раунда. Да. То есть, это можно выйти вот так вот убить при фэйре. это что такое? Так, хорошо. Фух. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, ну. Оружие еще подбиралось. Конечно, как красиво. Какой противный. Молодец. ну что, штопы. Блин, я себя не прощу, если проиграю. Послушай, это Георг. Один раунд. Так. Ладно, давай по факту, Гош. Я вапер. Ты очень хорошо держался. Очень хорошо держался. Нет, ты вапер, чувак. Ты причем здесь вапер? Никакого. Да не, все нормально. Да это имя, чувак, я же затруйте. Это не нужно просто. Факт, но ты хорошо держался. На первое, конечно, полегче было, но во второе, прям чувак, на опыте компакт жесткий. 14.7 было, если я не ошибаюсь. Молодец. Ну, надо в КС поиграть. Да. Ну, я думаю, что вот будет. Мотивация. Через неделю упадешь. Хорошо, договорились. Ребята, это все из-за того, что он тренируется где, Гоша? Где я тренируюсь? А, Сайбершок? Конечно. Не, ну, с такой рекламой, я думаю, вообще не стоит. Да, кстати, он не тренируется на Сайбершоке, поэтому и проиграл. Поэтому тренируйтесь на Сайбершоке и вы сможете обыгрывать меня. Короче, чуваки, напоминаю, что такие АИМ-ки, если вы играете, то вам советуют заходить на АИМ-ДМ. Вот я, к примеру, перед этим матчем сидел, тренировался вот здесь. Вот так вот. Просто сидишь, играешь, делаешь тысячу киллов, кайфуешь. Вот, здесь огромное количество людей, и они просто сидят, убивают. И ты тренируешь АИМ-ки. Вот. А я же не присидел. Да, вот он и сидел сегодня. В общем, ребят, у нас даже маньяк появился. Развлекательные, тренировочные сервера у нас есть. Заходите, тренируйтесь на Сайбершоке. С тобой был Яшок и мистер Гоша World of Zid. Надеемся, что он сможет сейчас появляться больше на киберсцене, и мы будем увидеть только победителя. Будем, будем надеяться. Да. Буду выигрывать какой-то на АИМ-ке. Ладно, спасибо тебе. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok